Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 января и помню о своем обещании показывать все-все, даже мельчайшие подробности, как я ухаживаю за своими ранними посевами. Сейчас вот, придя прорыхлить перец, я решила рассказать о посевах перца отдельно. Только что я показывала томаты вам за 26 января посеянные, и я говорила, что первым делом я прорыхливаю, и если грунт суховатый, я его увлажняю. Вот перцы, которые посеяны были у меня тоже 26, но проклюнувшимися семенами, то есть вот эта вот половина, ну кто смотрел, тот знает, вот эта вот половина это мои домашние семена, а вот это магазинные. Магазинные, к сожалению, еще не взошли, не знаю взойдут или нет, но домашние вот уже стройные ряды показались, и первым делом, самый первый уход, который я делаю, то же самое, я немного увлажняю грунт и обязательно прорыхливаю. Перцы иногда лежат в земле очень долго, не всходят, особенно если сухими семенами, вот следующие сейчас буду сеять сухими семенами и посмотрим, лежат иногда до полмесяца, и за это время, конечно, приходится грунт и увлажнять немного, и он может как появиться на нем корочка, корочка на грунте в лотке нам очень нежелательна, потому что нам нужно, чтобы воздух проходил, поступал к корневой системе, поэтому самый первый уход, который я делаю, это рыхление. Я уже показывала про томаты, с перцами делаю то же самое, вот этой самодельной своей тяпочкой, или как она, рыхлилочка, который из шампура сделан, из алюминиевого, она миниатюрная, очень удобная, и я специально, когда сею семена, делаю такое расстояние, чтобы можно было потом вот этим вот острым носиком чуть-чуть-чуть так заборонить, это очень хорошо сказывается на них, потому что вы знаете, что мы боимся, чтобы вот эта корка закрыла полностью доступ к кислороду, будет отмирание корней, и вообще корневой системе без воздуха невозможно развиваться. Сейчас я все это прорыхлю, вот вы видите, я чуть-чуть привлажнила, специально показываю, какого увлажнения должен быть грунт, он влажный, но он сыпучий, он не должен быть как клёклый, не должен быть такой как вязкий, точно такая же консистенция, как я показывала, когда я увлажняла, то есть комочек слепляется, но тут же, если мы его тронем, он рассыпается, он должен быть влажным, но рыхлым и сыпучим. Вот если будет вот такой грунт, вашим растениям и хватит влаги, но и с другой стороны, тут не будет сырости и не разведется различное там грибное заболевание. Все, видеоролик очень коротенький, и самое главное, что вы должны знать, земля должна быть прорыхленная, увлажненная, больше вашим растениям ничего не нужно. До пикировки, они будут расти у меня вот в этом лотке, когда появится один или два настоящих листика, я буду их пикировать. До пикировки им ничего не нужно прорыхливать, увлажнять немножко. Я методом опрыскивания увлажняю, главное не разводить сырость. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это первые посевы перца, которые для получения раннего урожая, для выращивания в теплице, в необогреваемой в сибирском регионе. Растут перцы долго, поэтому посеваем их чуть-чуть пораньше. Продолжение следует...